Впервые в истории российских избирательных кампаний наблюдатели от общественных палат вели независимое наблюдение на выборах президента 18 марта. Теперь масштабный проект предстоит реализовать и общественникам Подмосковья. Обучающий семинар с наблюдателями от общественной палаты Московской области на выборах губернатора прошел в Щелковском районном культурном комплексе. Как вы знаете, в мае этого года были приняты поправки в закон Московской области о выборах губернатора. И мы уже можем на региональных выборах губернатора Московской области проявить себя так же достойно, ярко и интересно. Муниципальные общественные палаты, общественные организации среди лучших выбрали лучших. То есть вас для участия в общественном наблюдении за выборами губернатора Московской области, глав муниципальных образований, советов, депутатов. То есть тех людей в вашем лице, кто по жизни активный, тот, кто неравнодушен. В качестве приглашенных специалистов перед наблюдателями также выступили председатель территориальной избирательной комиссии Щелковского района Артем Миронов и член областной избирательной комиссии Дарья Косова. Она отметила, что территория Московской области электорально емкая. Более 5,5 миллионов избирателей. Порядка 50% избирательных участков в этот раз будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. А там, где их не будет, станут применяться новейшие технологии с QR-кодированием. На выборах также будет реализован проект «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать жителям там, где им удобно. И сегодня на выборах губернатора Московской области он уже сейчас активно реализуется. И мы получаем высокие результаты. 106 пунктов приема заявлений было открыто в территориальной избирательной комиссии, 385 в МФЦ и 4200 пунктов приема заявлений в участковых избирательных комиссиях. Как отметил Евгений Арсентьев, главной задачей семинара является разбор ситуаций, которые могут произойти на участках и проработка алгоритма действий по каждому конкретному случаю. В этом плане общественные наблюдатели Подмосковья стремятся к так называемому «золотому стандарту», разработанному Общественной палатой Российской Федерации. В нем перечислены 45 критериев общественной оценки избирательного процесса, которыми могут руководствоваться наблюдатели. На семинаре они смогли стать участниками интерактивного представления, подготовленного Молодежной территориальной избирательной комиссией Щелковского района. Было смоделировано множество ситуаций с предполагаемыми нарушениями. Уважаемые представители СМИ, прошу вас прекратить фото- и видеосъемку в зале для голосования. Уважаемый товарищ председатель участковой избирательной комиссии, прошу вас разрешить фото- и видеосъемку на территории проведения выборов. И теперь мы с вами должны понять, вот этот представитель СМИ, который ходил по избирательному участку, имеет ли он право фотографировать или нет? Давайте послушаем председателя нашего. Фото- и видеосъемка производится из специально оборудованных мест. При этом СМИ должны уедомить председателя ОИК о начале съемки. Разобрались значительно более критические моменты, такие, например, как зафиксированный вброс бюллетеней. Всего в мероприятии приняли участие более 400 человек из 18 муниципалитетов Подмосковья. В день выборов губернатора Московской области 9 сентября на территории региона будут открыты 4166 избирательных участков и 4 участка в Москве. Таким образом, общественная палата планирует задействовать не менее 4170 наблюдателей. Александра Гранич, телерадиокомпания «Щелково».